Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Псалтырь». И сегодня мы будем читать 89-й псалом, который имеет надписание «Молитва Моисея, Человека Божия». Такое же надписание по септуагенте, по церковно-славянски и с еврейского оригинала. Эта молитва является молитвой для руководителя, для правителя над своим народом. Моисей был политическим, религиозным и военным лидером народа Божия своего времени. Поэтому эта молитва может помочь и военачальнику перед битвой правильно молиться, и правителю перед принятием какого-то значимого решения произносить перед Богом правильные слова. И даже мэр города может вчитываться в слова этой молитвы, проявляя заботу о людях, которые подчинены ему. Молитва начинается словами «Господи, Ты был нам прибежищем в рот и рот». Что значит «в рот и рот»? То есть в каждом поколении Бог не оставляет нас. Призвав отцов, Бог заботится об их внуках, об их правнуках. И если кто-то пережил обращение к Богу, он должен с надеждой смотреть в будущее своих детей, внуков и правнуков, потому что Господь есть тот, кто прибежище для нас в рот и рот, из поколения в поколение. «Прежде, нежели появились горы, сказано далее, и созданы были земля и вселенная, от века и до века ты существуешь». Действительно, Моисей, этот человек Божий, он называется боговица в христианской традиции, он пророческим духом видел, как Бог творил небо и землю. И пятикнижие Моисеева начинается словами «вначале сотворил Бог небо и землю». Но сам Бог безначален, поэтому, воскликнув, прежде, нежели появились горы, и созданы были земля и вселенная, он добавляет «от века и до века ты существуешь». Бог творец времени, пространства и материи. Но сам он не подвластен ничему, ибо сказано, небеса небес не вмещают Господа. «Сказав о величии Бога, Моисей добавляет, не подвергай человека унижению, ибо ты сказал, возвратитесь, сыны человеческие». Здесь есть некая аллюзия с событиями грехопадения, когда действительно людям было сказано после их грехопадения, что им предстоит определенный период времени прожить, а возвратитесь, возвращение в прах, из которого и создан был первый человек. Вот такое объяснение допускает Феодорит Кирский. «Не подвергай человека унижению, то есть после грехопадения, ибо ты сказал, возвратитесь, сыны человеческие, то есть возвратитесь в прах, из которого вы взяты. Ибо тысячи лет пред очами твоими, Господи, как день вчерашний, который прошел и стража ночная». То есть в глазах Бога время, оно как бы и не существует, потому что, будучи вездесущим, Бог присутствует не только в каждой точке пространства, но и в каждом мгновении времени, все объемля своей заботой. «Ничтожные их года будут, то есть людей, как утренняя роса пропадает, поутру зацветет и отсветет, а к вечеру опадет, а жестеет и засохнет». Действительно, сколько бы мы ни жили, 50 лет, 70, 80, 90, если от вечности отнять 50 лет, сколько останется вечности, если отнять 80, 90, все равно остается вечности. Даже если один день отнять от вечности, все равно остается вечности. И ничтожность нашей жизни, стремительности ее прохождения, особенно, когда Бог после грехопадения в несколько этапов сокращает жизнь людей до 120 лет, потом 70, при большей крепости 80 лет, и это та реальность, в которой мы живем, как в Библии сказано, жизнь наша — это как пар, который на малое время является, и мы летим, то есть появился этот пар, всколыхнулся движением ветра, и ничего не осталось. «Поутру зацветет и отсветет», то есть в течение дня, «а к вечеру опадет, а жестеет и засохнет». Так и останки наши в земле. «Ибо мы исчезли во гневе Твоем, и яростью Твоей потрясены». Если бы человек не нарушил волю Бога, он мог бы существовать вечно в блаженном райском состоянии. Кстати, святы отцы говорят, что Бог не сотворил человека смертным или бессмертным. Бог сказал, «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который вкусишь от него, смерть и умрешь». То есть это зависело от поведения человека, как и сейчас наша жизнь и смерть отчасти зависят от нашего поведения. «Идем ли мы стезями Божьими, тогда жизнь наша становится радостной и счастливой, ибо жизнь в исполнении заповедей, или мы уклоняемся от стезей Господних, любой грех суицидален, жизнь разрушается, сокращается, увядает, а жестеет и засохнет. «Ибо мы исчезли во гневе Твоем и яростью Твоей потрясены. Ты положил беззаконие наше пред Тобою». То есть как бы пред лицом Твоим, то есть Бог как бы в понимании евреев имеет перед глазами памятную книгу, в которую записываются деяния людей. «Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и век наш пред Тобою». То есть вся жизнь наша от начала до конца пред глазами Бога. Наш первый вздох и последний выдох – это реальность в Боге, которая объемлет все и вся. «И век наш пред Тобою, и век наш пред светом лица Твоего». Пред светом лица Твоего, то есть своим светом, учением, всеведением осветил всю нашу жизнь и ее тайны, а особенно греховные. Это объяснение Григория Низкого. То есть свет Божий проницает все тайны жизни каждого из нас. И далее мы читаем «Ибо все дни наши прошли, и мы исчезли во гневе Твоем». Дни проходят быстро, наступает старость, которая, кстати, тянется обычно очень медленно. Многие пожилые люди говорят, что у них такое впечатление, что они как будто всегда были старыми. А детство – это как будто бы с другими людьми что-то такое происходило, но не с ними. «Лита наши как бы паутина считаются». Что значит, как бы паутина? Афанасий Великий пишет, «Природа человеческая не имеет в себе ничего постоянного, подобно паутине, легко расторгается». То есть прикоснись к паутине, и она расторгается. «Алита наша как бы паутина считаются, да не лет наших 70 лет, а если в силах 80 лет, и то большая часть их труд и болезнь, ибо постигло нас унижение». Унижение по-гречески здесь получается вот по-славянски кротость, то есть тоже бедственное, то, что заканчивается смертным состоянием, о чем псалмопевец говорит выше. «И мы с ним будем научены». То есть Господь таким образом как бы вразумляет нас. Краткость и тяжесть земной жизни, полезная для грешного человека, мера его нравственного воспитания, понимание святых отцов. А если бы Бог давал долголетие грешникам, то и ответственность за грехи она бы соответственно возрастала. «Кто знает силу гнева твоего, и от страха пред тобою сможет постигнуть ярость твою?» То есть мы до конца даже не знаем силу гнева Божия и только страхи, которые окружают нас. Конечно, здесь используются антропоморфизмы. На самом деле человек сам ввергает себя в плачевное состояние, именно удаляясь от Бога своим неправедным образом жизни. А приближаясь к Богу, он восстанавливает разорванное отношение с Создателем, обретая примирение с Ним. Поэтому здесь не надо воспринимать эти слова, там, гнев Божий, страхи Божии, как характеристика Богу. Бог всегда является любовью. Но он является и любящим Отцом, и тогда, когда наказывает нас. «Посему яви мне десницу твою». То есть я готов испытать действие твоей десницы, как бы говорит псалмопевец, потому что в твоих наказаниях, в твоем гневе я вижу источник своего исправления. «Посему яви мне десницу твою и укрепивших сердца мудростью». Вот здесь некая такая сложность, а как бы окованность, окованная сердца мудростью. Афанасий Великий предлагает такое решение. «Яви мне десницу, руководящую людей ко спасению, и лиц, познавших ее руководство, и умудривших им свое сердце». То есть примеры ветхозаветных и новозаветных праведников. Ну, а по-славянски немножко неясно. «Окованные сердцем в мудрости». То есть на самом деле Господь может явить нам примеры, как Он действовал мудро, вразумляя, может быть, даже строго своих избранных. Кстати, избранных всегда более строго, чем обычных людей, ибо, как я часто объясняю, со своих избранников Бог спрашивает всегда значительно строже, чем с обычных людей. «Обратись, Господи, доколе», то есть доколе будешь гневаться, «и умилостивись над рабами Твоими, да насытимся скоро милостью Твоею, Господи, и возрадуемся, и возвеселимся». Милость Божия – источник радости и источник подлинного веселья. И далее мы читаем «Во все дни наши будем веселиться в награду за дни, в которые Ты смеял нас, залита, в которые мы видели злое». То есть, оказавшись в вечности и вечно радуясь, мы будем с радостью вспоминать те испытания, которые нам посылал Господь. Потому что здесь мы видим только начало цепи событий, но мы не видим, куда они нас приводят. Это удивительный стих. «Во все дни наши будем веселиться, то есть в вечности, в награду за дни, в которые Ты смирял нас, то есть земные дни, залита, в которые мы видели злое». То есть, там все будет объяснено, почему мы страдали, почему Господь не давал нам того, что мы просили. Потому что там мы будем видеть всю картину. Здесь мы видим как бы некие разрусненные фрагменты начала пути, наши планы, предположения. А Господь, как учит блаженный Августин, не попустил бы нам никакого зла, не имея намерения и его обратить в добро. И два последних стиха. «И презри на рабов Твоих, и на создания Твои, и наставь сынов их». То есть, чтобы Господь и на нас презрел, и на детей наших. «И да будет свет Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправь у нас, и дела рук наших исправь». Любое повторение, это некий такой ремес, намек. То есть, мы просим Бога, чтобы Господь исправил дела рук наших. Первая позиция, чтобы Господь избавил нас от прежде содеянных грехов. А вторая позиция «И дело рук наших исправь, чтобы Господь научил нас делать добро». Потому что нельзя начать вести новую жизнь, не решив проблемы, связанные с прежней жизнью, когда мы пребывали во тьме и нравственном неведении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова